В Сочи предпринимателям бесплатно оказывают поддержку успешные бизнесмены. Идея создать такую площадку принадлежит основателю бизнес-инкубатора «Биржи труда Цитрус», а также руководителю одноименного центра предпринимательства и карьеры Юрию Меньшикову и основателю самого крупного сообщества переехавших в Сочи Олегу Маркунасову. Здравствуйте, это программа «В курсе» и я, Татьяна Говоркова. В этой студии мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края и, в частности, Сочи. И сегодня речь пойдет о том, как успешные предприниматели делятся своим опытом с теми, кто делает первые шаги в бизнес. Такую практику с реальными бизнесменами сочинские предприниматели получили на первой бесплатной конференции под названием «Сочный бизнес». Это уникальный контент, который позволил получить ответы на многие вопросы. Например, как создать личный бренд, монетизировать его, как из любителя стать профессионалом и как легко нанимать людей и создавать команды. Предлагаю послушать одного из организаторов такого бизнес-форума. Основная, ключевая цель конференции – это популяризация предпринимательства. Организовали мы эту конференцию совместе с Олегом Маркунасовым. Вокруг нас в городе в основном деловая активность происходит. Мы с Олегом взяли, давай сделаем конференцию для предпринимателей, от предпринимателей. Мы ее сделали. Цель – это популяризация предпринимательства. Я точно уверен, я убежден и готов это отстаивать. Все, что вокруг нас находится, даже мы видим вот этот ролап, ящики, в которых лежат мандарины, микрофон – это все сделано предпринимателями. Это не делают чиновники, это не делает еще кто-то, это все делают только предприниматели. И поэтому, чем больше развивается предпринимательство, тем больше у нас каких-то красивых вещей появляется, тем они как-то лучше, комфортнее, они более доступными становятся. Вот это такая цель. И что мы еще сделали? Именно, как я сказал, вот эта конференция именно от предпринимателей. Мы исключили у себя различные инфобиз. Да, он полезен, да, но на каких-то этапах только первых шагов. Вот знаете, вот предпринимателю только вот встать и хоть первые шаги сделать. Да, это инфобиз. Но дальше уже должен включиться в работу уже наставник, который обязательно имеет действующий бизнес. Только так, только тогда идет уже полноценная эффективная работа уже с предпринимателями. Только тогда они начинают обучаться. Вот. И эта конференция, у нас здесь четыре спикера. Один из них – это вот с кем мы вместе организовали Олег Маркунасов. Он специалист номер один в Сочи по переезду. У него, вот он, как сообщество вокруг себя создать, личный бренд. И он это все показывает на своем личном примере. Не по книжкам. Вот факт, вот он делает, вот открываем его соцсети, его чаты. Мы видим его еженедельно в офлайновых мероприятиях. Прямо сейчас ведет Эдуард Сайфуддинов. Значит, очень статусный предприниматель. Там у него есть регалии предпринимателя номер один какого-то года. У него много бизнесов. Это действующие бизнесы. Он не рассказывает нам какую-то теорию странную. Вот он рассказывает только то, что делает он. И то, что его ведет к результату и успеху. Также моя будет тема – это найм персонала. Значит, у меня компания оптовая торговля террасной доски. Офисы, склады Москва, Сочи и Краснодар. Компания на данный момент входит в пятерку крупнейших по объему продаж России. Я в офисе нахожусь. Не нахожусь даже, я появляюсь максимум один раз в неделю. Вот на этой неделе заезжал бумаги распечатать и уехал. Это все команда, это найм, это персонал. Пока нет персонала, пока нет навыка нанимать. Это будет самозанятость, но не более. Мы говорим здесь про бизнес, который уже действительно бизнес. И также Сергей Терехов – это один из крупнейших предпринимателей страны. У него бизнес – это переработка металла. У него более 300 человек в штате работает. Он также делится с нами, как развивать, как делать бизнес большим. Также роль социальная у бизнеса. Каждый бизнес должен нести какую-то социальную нагрузку. Также у Сергея Терехова у него детский дом, у него дом престарелых, который он сам создал и на его деньги существует. Вот бизнес у него в Новосибирске, площадки по городам России. Ну, во-первых, он с 30 лет уже долларовый миллионер. И несколько лет назад он открыл на собственные средства дом милосердия и детский дом. Именно в доме милосердия люди, которые как-то остались без жилья, без работы, без документов, в проблеме, которые оказались, они у него там. Ну и детский дом тоже содержит за свои средства. Знаете, как-то, ну, наверное, слово милосердия, ну, наверное, должно быть. Предприниматель зарабатывает деньги, куда их девать? Заработал, когда много. Ну, надо уже начинать как-то и нуждающимся помогать, с ними делиться. Заработать, достигнуть определенного уровня, но когда ты уже этого уровня достиг? Ну, уже сколько можно себе? Ну, как бы уже надо едать и уже поделиться с другими, ну, нуждающимися, кому-то помочь. И это вот как-то это работает. Почему-то свой бизнес тоже после этого начинает расти. Так же, как и мы вот с нашим, да, вот наша общественная организация, центр предпринимательства и карьеры. Мы также его, это же тоже социальная нагрузка, но почему-то свои бизнесы работают. То есть мы берем и ставим целью. Надо высвободить свое личное время для того, чтобы было время заниматься тем, что нравится. И это цель, и мы бизнес так выстраиваем, чтобы в него сильно не погружаться. Легко ли стать предпринимателем сейчас? Я думаю, что сейчас просто идеальное время, чтобы идти в предпринимательство. То, что прошли наши родители, то, что было там бабушке 30-40 лет назад, ну, это реально страшно. Как там было, я не знаю. Сейчас это просто идеальное условие. И надо становиться предпринимателем, обязательно надо пробовать, как минимум попробовать, твое или не твое. Все для этого есть. Иди к наставникам, сейчас это очень сильно развивается. Иди на бизнес-курсы, проходи. Но самое главное, что я хотел сказать, обязательно надо учиться. У нас почему-то к бизнес-образованию какое-то странное отношение иногда. Когда человек говорит, я пошел учиться бизнесу, на него иногда смотрят как-то вот странно. А зачем? Надо идти учиться бизнесу. Вот мы идем, когда, например, в спортзал. Мы же, например, хотим выступать, достигнуть успеха в спорте. Мы идем, берем тренера. Вот почему-то у нас нет такого в голове картины мира, если ты хочешь пойти и заниматься боксом где-нибудь на ринге, учиться боксу по ютубу или, может быть, по книжкам. Почему про бизнес такое отношение? Аналогичная история. Надо идти, брать вот этого на начальных этапах преподавателя, дальше брать наставника. И все будет реально очень легко. У нас в стране куча возможностей сейчас. И даже иногда люди начинают искать, а каким бизнесом мне заняться? А что требуется? А чего у вас нет? Подход не совсем тот. Если чего-то нет, это, может быть, и не надо. А как раз надо смотреть, а что есть? А что, пользоваться спросом? И это улучшать. У нас много людей есть. Вот в любую, куда ни пойди, везде можно зарабатывать, везде можно развиваться, везде можно что-то улучшать, что-то делать чуть-чуть по-своему, давать какую-то свою уникальность, и там будет успех. В свое время первый шаг сделал блогер Олег Маркунасов. Он основал самое крупное сообщество переехавших в Сочи. Олег дает не только отдельные советы при переезде, но и помогает решить вопросы с трудоустройством, арендой недвижимости, предоставляет полезные, а главное, проверенные контакты и проводит нетворкинг-встречи. Давайте его послушаем. Сегодня я выступал с темой личного бренда, как организовать свой личный бренд, зачем он вообще нужен, для чего нужен нетворкинг. И первую часть мероприятия мы вообще час знакомились друг с другом. И люди сначала не поняли, почему они пришли сюда, и зачем мы знакомимся, хотя это самое основное навык коммуникации, коммуникации с правильными людьми. Поэтому первую часть мы как раз посвятили этому моменту, а потом я рассказал, для чего мы это сделали, в формате уже презентации. И сегодня мы организовали это событие, назвали его «Сочный бизнес», и организовали это совместно с Юрой Меншиковым, моим партнером, другом уже, мы работаем довольно много, и мы поняли, что мы окружаем и охватываем, в принципе, самое основное сообщество предпринимателей и вообще тех, кто переехал в Сочи. Как ни крути, делают бизнес здесь 95% переехавших сюда, в Сочи. Поэтому я как раз именно по этим направлениям помогаю, как простым обычным людям переехать, найти работу, найти квартиру, аренду, так и предпринимателям здесь организовать бизнес, найти сотрудников, партнеров по бизнесу. Соответственно, по всем вот этим фронтам помогаем, у нас больше 4 тысяч человек в чатах, и мы общаемся, поддерживаем друг друга. Не только по бизнесу, это вообще на самом деле не только про бизнес, по многим жизненным ситуациям мы помогаем решать эти вопросы. Можно ли сказать, что Сочи сейчас стал очень востребованным в плане у жителей, да, если раньше все мечтали поехать в Москву, и Москва как резиновая уже чуть ли не лопала, а сейчас, по-моему, обратный эффект идет именно у Сочи. Вот с предоставлением тех же садиков, например, и детских садов, да, чтобы построить эту инфраструктуру, нужно там определенное количество времени, минимум 2 года, да, а люди приезжают чуть ли не каждый месяц. Как это все учитывается? Как раз на эту тему мы делали бизнес-завтрак, собрались, там буквально человек 60, наверное, пришло, и на телообразование мы делали завтрак, и общались, эти темы все раскрывали. Это реально острая проблема. И садики некоторые переполнены. Но, с другой стороны, люди не знают, не владеют информацией. В некоторых садиках есть места, и достаточно просто прийти в департамент образования, там тебе все расскажут, покажут, куда идти, скажут, и все можно сделать, устроиться. Поэтому главная информация, вот мы и делимся, и поддержим. А как насчет предпринимательства, которое сами, например, могут открывать частные детские садки и школы, да? Однозначно, здесь очень много частных детских садиков, и я тоже с ними сотрудничаю, и сын мой ходит в частный детский садик. На самом деле их довольно много, и можно тоже для себя по нормальному бюджету и по потребностям подобрать. Соответственно, просто нужно знать, искать, проехать, посмотреть, и решить уже определиться, понять. Вот вы уже успешный предприниматель, а как вы считаете, нужно ли останавливаться на достигнутом, или все-таки следует идти дальше вперед, и что вы его для себя делаете в плане роста? Я считаю, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, и это если ты думаешь, что ты все, уже достиг успешного успеха, то, скорее всего, ты в яме какой-то находишься, потому что самое главное – это постоянный рост и развитие в команде людей, которые верят в твои мечты и по-любому тебя всегда поддержат. И, что тоже очень важно, чтобы люди были либо на несколько раз выше тебя, либо какой-то наставник реально, который может тебе подсказать, направить. Иногда просто он может 10-20-летний опыт свой тебе в 3 минуты сказать, все по полочкам расписать, и ты знаешь, что нужно делать. Поэтому я считаю, что никогда не нужно останавливаться, нужно двигаться, и двигаться в команде успешных. Вот вы, наверное, слышали, недавно в Красном Поляне был бизнес-лагерь. Вот что вы можете сказать по этому поводу, насколько это круто, классно, и насколько сейчас реально все-таки войти в состав, стать, так скажем, предпринимателем, нежели вот раньше, например, во времена наших лет. Я считаю, что сейчас довольно много возможностей в этом направлении. Все свои навыки сейчас можно монетизировать. На самом деле на YouTube можно кучу роликов пересмотреть и понимать, как двигаться. Реально раньше было гораздо меньше информации. Но здесь выбор какой? Слишком много информации стало. Поэтому нужно действительно обращаться к тем, кто твердые предприниматели, у них нормальные бизнесы, твердые, с ними можно проконсультироваться. Все вот эти бизнес-лагери, нетворкинг, встречи, конференции и так далее, это все понятно, это развивает. И это очень интересно. Вот вы сказали про бизнес-лагерь на Красной Поляне? Это на самом деле хорошая тема, потому что это такой неформальный формат получается. И люди в таком формате лучше знакомятся друг с другом, лучше общаются и как-то комфортнее выстраивают свои долгосрочные отношения. Поэтому я считаю, что наличие вот этих мероприятий в Сочи, объединение этих людей, это просто ведет к быстрому росту. Чтобы развивать свой бизнес, нужен все-таки какой-то стартовый капитал, либо пользоваться услугами кредитования. Вот сейчас знаете ли вы про существование госпрограммы, фонды микрофинансирования. Как вы к ним относитесь? Что вы можете посоветовать начинающим? Я считаю, что нужно всю информацию смотреть, изучать, потому что действительно много разных поддержек от предпринимателей, от государства для них. И самое главное, нужно понимать, что ты хочешь. И на самом деле не всегда тебе нужен какой-то начальный капитал. Ты для начала, если хочешь что-то начать продавать, не нужно склады свои забивать, делать вывеску, делать ремонт в помещении, снимать офисы, нанимать кучу людей. Попробуй сначала продать. Нужно ли вообще это людям? Если у тебя есть этот изначальный навык и найти себе партнеров в команду, это самое главное. Команда образования и, собственно, понимание, как ты будешь продавать. Как раз об этом Юра Меньшиков сегодня прям подробно расскажет. Очень жду его выступления. Да, вот вы, например, какие темы лично для себя, возможно, тоже поочерпнете от выступления спикеров? Что вот вас конкретно еще интересует? Ну, конечно, как я ранее сказал, это команда, потому что я со многими предпринимателями общаюсь, и они говорят, что нам нужны сотрудники. Самое главное, чтобы человек адекватный был. Все говорят. И на самом деле вот найти таких людей адекватных, а остальное уже всему можно научиться. Адекватных, позитивных и открытых. Вот как раз эту открытость мы сегодня развивали в первой части моего выступления, когда мы знакомились друг с другом, обменивались контактами, снимали друг друга сториз. Это все ведет про открытие как раз так. А вы как считаете, проще научить студента, который еще без опыта работает, или проще все-таки взять уже специалистов? Я думаю, нужно смотреть, ну, смотря какой бизнес, на самом деле. Некоторые бизнесы нужно реально иметь опыт. А во многих случаях, мне кажется, во многих, можно проще студента обучить, на самом деле, потому что они могут сильно желать обучаться и зарабатывать. И на самом деле они могут сделать гораздо больше результатов, им просто по полочкам нужно грамотно инструкцию дать, что делать. Для этого как раз «Цитрус» есть. Да, да. Как раз «Цитрус» есть бизнес-инкубатор, и это все в формате наставничества. И я считаю, что это самый успешный проект конца этого года и следующего года. Ну и я добавлю, что «Цитрус» дословно – это центр предпринимательства и карьеры. Проект решает сразу несколько важных социально-экономических задач. Это трудоустройство студентов и бесплатная помощь начинающим предпринимателям. В роли наставников выступают опытные бизнесмены. Это программа доведения бизнес-идеи от разработки до финансового результата. С момента открытия бизнес-инкубатора прошло больше месяца. Всего за курс стартапера, а их в первом потоке собралось около 50 человек, прослушали 6 мастер-классов. В итоге проверили свои идеи и реализовали проекты. «Цитрус» – это на самом деле наш первый запуск инкубатора. Он превзошел ожидания. Во-первых, у нас доходимость до конца практически 100%. У нас как было три группы, так и осталось. Как было 40 человек, сейчас их возможно 30. Ушли минимальное количество. Результаты. У нас в пятницу следующей недели будет официальная аттестация и будет официальная выпускной. Там мы полностью все результаты уже оцифруем. Могу сказать по своей группе, которую веду сам вместе со своим партнером, с Денисом Поповым. У нас один из участников, у него был успешный бизнес, у него дизайнерская компания. Он вырос в своих доходах, именно в своих действиях. Они стали у него более точные и правильные. И он на данный момент уже стал регистрировать юридическое лицо. Также два человека, они взяли себе персонал в найм. То есть двое участников наняли себе пятерых работников. Я считаю, это результаты. В роли наставника выступает и победитель федерального этапа конкурса молодой предприниматель России в 2016 году в номинации «Открытие года» Эдуард Сайфуддинов. В сфере предпринимательства он больше 10 лет, является основателем крупной строительной компании и школы иностранных языков. Сегодня я с участниками поделился своим опытом, рассказал, какие инсайты на протяжении всего этого десятилетия у меня были, какие основные выводы я сделал и поделился инструментами, которые можно применять им в своей предпринимательской деятельности. Как вы считаете, вообще сейчас легче ли заниматься предпринимательством? Какие для этого есть способы поддержки для предпринимателей? Ну и, собственно, какую функцию роль играют сами предприниматели для развития экономического и социального направления нашего региона? Вы знаете, я не могу сказать, что легче или сложнее, я могу сказать по-другому. И вот это будет абсолютно точно передавать то, что творилось 10 лет назад и то, что происходит сейчас. Если говорить о тех преимуществах бизнеса, которые есть сейчас, сейчас действительно много поддержек, и я ими пользуюсь. Это и фонд поддержки предпринимательства, это и центр, допустим, содействия предпринимательства «Цитрус», и торгово-промышленная палата, у которых есть обучающие программы, у которых есть гранты, у которых есть конкурсы, в которых можно участвовать и выигрывать. Если тебе нужны деньги на бизнес, ты можешь прийти туда, тебя сведут с инвестором, расскажут, как правильно выстроить свой проект, как правильно выстроить отношения с инвестором, и, что самое важное, сделают ваши партнерские отношения более безопасные, чем если бы 10 лет назад мы это делали самостоятельно. Поэтому, подводя итоги в целом, не легче, не сложнее, по-другому, но интереснее, однозначно интереснее, потому что возможностей на сегодня больше. А что вы можете сказать, например, о фонде микрофинансирования? Сейчас для предпринимателей это хорошая поддержка? Да, сейчас для предпринимателей это очень хорошая поддержка. Почему? Ну, то есть те ставки, которые есть, начиная от того, что лизинговое оборудование по Краснодарскому краю, там ставки что-то от 1% начинаются, заканчивая потребительскими кредитами под 6-7% годовых, но однозначно это дополнительные возможности. Если есть даже небольшой, но устойчивый бизнес, и понятно, куда вкладывать деньги, чтобы его развивать и расти, и результаты увеличивались, то есть все возможности для того, чтобы это делать за адекватную оплату. Несколько слов о нашем центре «Цитрус» и «Бизнес-инкубаторе». Что вы о нем знаете, что можете сказать, положить? Я знаю очень хорошо, и я знакомый с Юрием, организатором, и сейчас я являюсь бизнес-наставником в «Бизнес-инкубаторе». И вы знаете, я хочу сказать, что в целом наставничеством я занимаюсь уже 6-й, наверное, год, и вот я хочу сказать, что то, что я вижу в Сочи, в «Цитрусе», есть еще, может быть, в одном, в двух, максимум в трех регионах страны, и это действительно ценно, и мы, вот даже общаясь с наставляемыми, получаем большое количество позитивной обратной связи, когда люди не просто говорят спасибо, когда люди говорят спасибо своими результатами, начинают зарабатывать больше, открывают новые компании, нанимают новых сотрудников и создают новые рабочие места. А что вы можете сказать о предпринимательстве в части социальной вот такой вот помощи, может быть, какой-то? То есть когда предприниматели работают не ради привлечения даже своих инвестиций, но уже ведут как бы такую поддержку, да, людям, которые не могут что-то сделать, там, как открывают, например, дома, там, дом ребенка, там, или еще что-то. Вот вы как этим работаете? Вы знаете, я к этому отношусь честно двояко. То есть с одной стороны самая социальная часть предпринимателя – это зарабатывать деньги, создавать рабочие места и менять в целом наше окружение к лучшему. С другой стороны есть ряд предприятий, которые держат фокус на другом. Это как раз и дома, допустим, для престарелых, и те же самые детские сады, какие-то обучающие мероприятия, центры помощи и поддержки. И вот здесь я выражаю огромное уважение тем людям, которые это занимаются, потому что в целом предприниматели, я считаю, делают очень хорошее и большое дело для нашей страны, но вот те люди – это X10 по отношению к любому предпринимателю, потому что они дарят, дарят свою жизнь, свое время, создают условия и меняют эту жизнь и наш мир к лучшему. Какой бы вы результат хотели бы увидеть уже по итогам этой конференции, будете ли вы дальше проводить подобные мероприятия? Да, мне интересно участие в данных мероприятиях. Но что для меня самое важное? Для меня самое важное, когда я готовлюсь к выступлению и думаю, какую тему дать участникам, это два аспекта. Аспект первый – это услышать от людей спасибо, сказать, что им было ценно, спросить у них, что им было ценно, что наиболее зашло. И самое крутое – это когда после таких выступлений завязывают сообщения и пообщаться с людьми через месяц, через два-три и спросить, а вот помнишь, я тогда говорил, вот я тогда делился информацией, ты что-то взял, что-то сработало, и вот когда люди говорят, что да, сработало, получилось то-то или получилось что-то еще, то вот это, конечно, самое ценное – делиться опытом. И есть такое выражение – уча, учись. Ну вот, собственно говоря, этим мы и занимаемся. Конференция от предпринимателей и для предпринимателей под названием «Сочный бизнес» – это не лекции по книгам, а рассказы на личных примерах. В качестве слушателя их собралось около 200 человек, тоже действующие бизнесмены, которые захотели узнать секреты успеха у практиков и выйти на новый уровень в собственном деле. Давайте их послушаем. Настал такой момент, когда из мастера, из профессионала вырастаешь уже во что-то большее. И хочется создать команду единомышленников, и хочется уже выйти на новый уровень, поэтому я пришла сюда в поисках единомышленников, в поисках ответов на свои вопросы в плане финансов, в плане инвестора. Такие вопросы хочется решить и услышать ответы. Я была наемным работником, потом пришла вот эта идея, потому что что можно, чего не хватает и в каком направлении можно развиваться. Да, этот формат мне подходит тем, что хочу услышать от успешных людей какие-то идеи, в каком направлении идти, двигаться, потому что ниша достаточно новая, и неохотно люди идут на это. Хотелось бы новых идей, каких-то инсайтов для себя, открытий. Для вас что главное? Это найти хороших спикеров, как вот сейчас есть на конференции, или все-таки воспользоваться, например, программами господдержки? Насколько это необходимо, эффективно? И что вы можете сказать сами, что в школе все-таки стать предпринимателем нашей цели? Ну, в настоящий момент я хотела бы именно послушать информацию от людей, которые уже прошли этот... Господдержка для меня сейчас... Ну, я подписана на сервисы мой бизнес РФ, но в настоящий момент это все-таки опыт. Мне нужен опыт. Конечно, хотелось бы узнать и о господдержке, и, соответственно, о опыте людей, которые многого достигли в сфере бизнеса. С Юрием Менчиком я познакомилась, наверное, более полугода назад на женском клубе. Я выиграла встречу личную с ним. Встреча длилась, наверное, около 3-4 часов. Юрий разложил мне по полочкам мой бизнес. То есть я тогда не хотела, наверное, воспринимать какие-то вещи и даже не думала об этом. Но вот сейчас, спустя нескольких месяцев, я стала их внедрять. Я понимаю, что это то, о чем мы говорили с Юрием. Я стала внедрять эти пункты, эти моменты. И очень нравится мне это сообщество, этот центр. И Юрий очень грамотный профессионал. В итоге участники узнали, как правильно нужно нанимать персонал, вести свою работу в социальных сетях, как планировать свое время, а главное – больше зарабатывать. Такая площадка оказалась очень востребованной, поэтому конференцию организаторы планируют сделать традиционной. Сегодня 200 человек в зале, мы их собрали буквально за 4 дня. Вот просто позвали, и люди пришли. Вы знаете, основной запрос – это услышать практиков, а не теоретиков. Вот не слышать какие-то уже красивые сказки, а именно то, что действительно вот пришел человек, вот его бизнес, и вот это у него так работает. Именно опыт. А те, кто думал, надо ли ему заниматься своим бизнесом или нет, скорее всего, он какое-то решение примет. И вероятно, то, что он примет, ему все-таки в пользу попробовать заняться своим бизнесом. Он здесь, он услышит, что нужно сделать, хотя бы на первоначальных шагах, для того, чтобы получилось. А те, у кого уже бизнес есть, они, ну, если говорить, опять же, про персонал, повторюсь, да, они точно будут уметь нанимать персонал и вести свою работу в социальных сетях. На эти темы сегодня зайдут, я думаю, все, потому что все спикеры разные абсолютно. У всех абсолютно разный бизнес, у всех абсолютно разный бэкграунд. Поэтому вот все люди, которые сюда пришли, кто-то ко мне подходит, я, говорит, жду, когда вы будете выступать, кто-то пришел к Олегу, кто-то вот к Эдуарду, кто-то к Сергею Терехову. Но в целом все сидят в зале, и тут уникальный контент. Я сам сижу в зале и слушаю. Ну, действительно, это то, что дает именно человек-практик, ну, это реально бесценно. Где это еще получать? Данная конференция, да, она впервые. Мы ее даже под таким брендом провели, сочный бизнес.рф. И так как вот вроде людям зашло, им понравилось, я думаю, что мы это повторим. Ну, и это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...